28 стран за, 12 против, 7 воздержались. С таким результатом завершилось голосование в Совете по правам человека ООН по резолюции, осуждающей сожжение Корана и других священных книг. Среди стран, выступивших против, США, Великобритания, Германия, Франция, Бельгия, Финляндия, Румыния, Чехия и еще четыре других государства. Совет осуждает и решительно отвергает недавние публичные и преднамеренные акты осквернения священного Корана и подчеркивает необходимость привлечения виновных в этих актах религиозной ненависти к ответственности в соответствии с обязательствами государств, вытекающими из международных прав человека. В ООН также призвали государства пересмотреть национальные законы, которые могут помешать судебному преследованию исламофобов, своими действиями подстрекающих дискриминации, вражде и насилию. Совет призывает Верховного комиссара ООН по правам человека и все соответствующие специальные органы Совета по правам человека в рамках их мандатов осудить призывы к религиозной ненависти, включая акты осквернения священных книг. Волна акций по сажению Корана в Швеции вызвала возмущение во всем исламском мире. Мусульманские страны по-разному отреагировали на этот исламофобский акт. Голосование в ООН ярко показало отношение немусульманских стран к этому преступлению. Это историческое событие возможно определить дальнейшие взаимоотношения Запада и исламского мира. Ассаламу алейкум, друзья. Меня зовут Кумар Мухаммедзенов. Я предприниматель. Инвестирую на фондовом рынке с 2005 года и с 2012 по милости всевышнего. Живу на дивиденды и пассивный доход. Специально для зрителей Алифтв я расскажу, как выйти из долгов и создать свой капитал. Как накопить на свои мечты, инвестируя в халяльные инвестиционные инструменты. Какие законы денег делают богатых богатыми. Что вам нужно начать делать именно сейчас, чтобы через 5-10 лет сказать я финансово свободен. Все это на моем бесплатном мастер-классе. Регистрируйтесь.